Всем привет! Меня зовут Майя и сегодня я хочу вам рассказать и показать все свои работы, которые я вышивала в феврале 2021 года. У меня есть план на весь 2021 год, согласно которому я должна 10 работ закончить среднего размера и 10 работ многоцветных хорошенечко продвинуть. Первая работа, которую я хочу вам показать, это набор от компании НКФ. Данный сюжет вышивается на конве с напечатанной схемой на 14 каунте. Этот набор у меня не входит в основные мои процессы, он у меня вышивается в свободное время по одной-две ниточки, не в основное мое вышивальное время, поэтому в планах он не учитывается. Ну потихонечку под ниточки по две он двигается и скоро уже будет закончен. Вот так на данный момент она уже выглядит эта работа. Оригинальный набор этот сюжет идет от компании Ланарта, но у меня это конвас с напечатанной схемой, который вышивать очень удобно. Когда есть минуточка свободного времени. Следующая моя работа тоже не входит в планы на 2021 год. Я как-то перебирала свои запасы и случайно наткнулась на эту работу. Это разработка Golden Kite. И, внимание, я начала ее 15 лет назад. Она просто 15 лет пролежала у меня в шкафу. Хотя прошло столько времени, она все равно мне еще нравится. Да, на данный момент разработчики шагнули широко вперед и сейчас схема выходит на более лучшего качества, чем эта разработка. Она такая размытенькая немножечко, более такая пиксельная, но все равно она мне очень нравится. Я решила, что нужно ее заканчивать. Она не будет входить в планы, она будет двигаться по мере возможности, если будет там свободное время, по чуть-чуть, по 300 крестиков. Но потихоньку она будет продвигаться. Это лучше, чем она просто лежала в шкафу 15 лет. Поэтому я ее вам показываю, чтобы зафиксировать на данный момент, сколько у меня вышито. Все, что вы видите сейчас на экране, это, в принципе, вышито 15 лет назад. В феврале месяце я вышла буквально 500 крестиков на ней. Но буду продолжать ее вышивать потихонечку, по чуть-чуть, будем двигать. Да, и еще хотела сказать по поводу этой разработки. Я ее начинала вышивать 15 лет назад по бумажной схеме. Естественно, 15 лет назад ни о какой саге речи не было. Я, в общем-то, и вышивать по саге начала всего лишь 2 года назад. Куплена она у меня была намного раньше. Она у меня, наверное, просто пролежала сага года 2. Я никак не знала, как к ней подступиться. И вот 2 года уже я вышиваю по саге. И сейчас я так набаловалась по электронным схемам вышивать. И, в принципе, многоцветки, мне кажется, уже нереально вышивать по бумажным схемам. Для меня встал большой вопрос. Где взять электронную схему для этой разработки. Естественно, в сети я не нашла вариант для своей работы. И мне пришлось искать пути делать перенабор. Я пересмотрела кучу роликов в интернете. И увидела то, что можно сделать автоматический перенабор. Я скачала необходимые программки. И сделала сама перенабор для этой картины автоматический. Я была просто в восторге, когда у меня это получилось. И уже только это мне дает огромный стимул для того, чтобы ее продолжать вышивать. Сейчас мне ничего не мешает. У меня есть электронный перенабор, который я сделала сама. Хотя мне казалось, что это вообще нереально. Именно для таких многоцветных работ делать перенабор вручную. Об этом и речи не могло идти, чтобы сидеть и вручную перенабирать. А вот автоматический перенабор – это просто палочка-выручалочка. Делается это легко и просто. Если у вас такая же проблема, может быть где-то в закромах лежит старая начатая схема. И вас останавливает только то, что нет электронного формата. Вы легко можете сделать его сами. Это не сложно. На ютубе полно роликов, как это сделать. Это делается элементарно. Следующая моя работа входит в мои планы на 2021 год. Я заранее хочу перед вами измениться, чтобы видеть эту работу. И все далее последующие мои работы будут вот такие вот мятые. Так как я вышиваю на конве, размечаю ее обязательно. Без разметки я вышивать не могу. А если я ее проглажу, то тогда моя разметка останется навеки вечной на моей конве. Чего бы мне очень не хотелось. Естественно, когда я закончу работу, я ее поглажу и покажу вам во всей красе. А пока вот так, как есть. Так вот, данная работа это от французских вышивальщиц из серии Ботаник. Вот такие прекрасные розы. Здесь вышито уже практически все осталось. Тут совсем немного, там бутончик и веточка еще сбоку. Но я себя буквально остановила, чтобы не закончить эту работу в феврале. Объясню почему. Вот здесь как раз таки и кроется главный мой пробел в моем плане на 2021 год. Я поставила себе на завершение в основном сюжеты от Dimensions. Но Dimensions ужасно сложно вышивать долго. Да, когда их берешь несколько там, день, два, три недели, вышиваешь с удовольствием. Но когда идет уже вторая неделя, тебе кажется, что какое-то сомнительное удовольствие ты получаешь. Поэтому я решила оставить эту работу, чтобы хоть немножечко менять сюжеты Dimensions на что-то. Потому что в принципе вот у меня только эта работа и остальные все Dimensions. Поэтому оставила хотя бы ее, чтобы немножечко разбавить всю эту серию. Эта работа мне очень нравится. Нравится, как она получается. Вышиваю я ниточками из ХС на конвером на мирного переплетения. И мне даже немного жалко, что эта работа уже подходит к своему завершению. Я даже подумываю, не начать ли мне следующую из этой же серии. Следующая моя работа это разработка от компании Dimensions. Но вышиваю я ее самоподбором. Я вставлю вам в уголочке экрана то, как моя работа должна выглядеть в итоге. И то, как моя работа еще выглядела на начало этого месяца. В этом месяце у меня было запланировано вышить на ней 3000 крестиков. И я с этим успешно справилась. Эта работа не самая легкая от Dimensions. Хотя это не голд. Но вся сложность заключается в том, что здесь очень много вышивается светлыми нитками, белыми ниточками, по белому фону. Это тяжеловато. Плюс, когда вышиваешь, вот даже сейчас, какая-то каша просто получается. Не видно вообще велосипеда абсолютно. Но когда будет работа закончена, будет выполнен бэкстич, картинка уже будет хорошо видна. И она мне очень-очень нравится, эта работа. Я обязательно ее закончу. И к тому же осталось здесь вышивать не так уж и много. Еще одна работа, которая у меня стояла в планах на февраль месяц. Это тоже разработка от Dimensions. Но у меня в данном случае это китайская реплика. Я вставлю вам в уголочке экрана то, как моя работа выглядела на начало месяца. У меня запланировано было вышить на ней 2500, а вышел я 3600 или 3500 где-то крестиков. Я считаю, что очень неплохо она у меня продвинулась. Как получается, мне безумно нравится. Несмотря на то, что это не оригинал, выходит очень хорошо. И вообще я хочу сказать вам, что китайские реплики очень неплохого качества. Я покупала их не на Алиэкспресс, не у Амишоп, как обычно сейчас все покупают. Я покупала эти наборы на Тао Бао. Мне кажется, что Тао Бао для своего внутреннего рынка делает немного покачественнее все эти реплики. И я считаю, что ниточки в данном наборе гораздо лучшего качества, чем даже в оригинальном Dimensions. Хотя Dimensions сейчас тоже собирают в Китае. Но нитки там мне меньше нравятся, чем в этих наборах. У меня есть оригинальный Dimensions. Я его вышивала, вышиваю и буду вышивать. Но ниточки там мне вообще не нравятся. А вот именно в этих репликах они чудесные. Да, это не Dimensions, но это тоже хлопок очень хорошего качества. Прекрасно ложатся. Чудесные нитки. Вот так вот выглядит моя работа на сегодняшний день. Здесь у меня немножечко вышитые бэкстичи даже с левого угла. И получается такая маленькая картинка. Но я скажу вам, что она не уступает большим огромным картинам. Там 400 на 500 крестиков по своей сюжетной линии. То есть в такую маленькую разработку Dimensions удалось включить все. Там даже маленький домик на заднем плане, лодочка, собачка, стульчики. И ну прекрасная разработка, слов нет. Мне очень нравится, как получается. Осталось тоже совсем немного, буквально два присеста и она будет закончена. Единственное, что здесь, конечно, тяжеловатый бэкстич. Но что подделать, чтобы получить красоту, придется сделать и его. Еще одна работа, которая у меня стояла на феврале 2021 года. Это тоже разработка Dimensions. Но у меня это опять же китайская реплика. Я вставлю вам в уголочке экрана то, как у меня эта работа выглядела на начало месяца. И то, как она выглядит сейчас, вы видите тоже на своих экранах. Мне, опять же, нравится, как получается у меня. Несмотря на то, что это не оригинал, я не вижу никаких различий. Осталось здесь тоже вышивать совсем немного. Эта работа очень легко идет, непринужденно. Здесь такое соотношение цветов, такая цветовая гамма, она действительно оправдывает свое название. Действительно тихое место. И когда я вышиваю, прям какое-то спокойствие от этой работы идет. Я жду и не дождусь, когда я ее довышиваю и обязательно ее оформлю и повешу на своей стене. Эта картина мне безумно нравится. Еще одна работа, которая стояла в планах на февраль, это вот такие попугайные тюльпаны. Это разработка Dimensions. У меня же это самоподбор. И как вы видите, самоподбор у меня здесь неудачный. Я это признаю. Поэтому я, когда довышиваю всю картину, я буду думать, что мне делать с этими недочетами. Да, первый недочет это вообще цвет канвы. И из-за этого цвета канвы даже эта работа плохо снимается на видео, плохо фотографируется. Потому что она прям бьет в глаза какой-то кислотный ядовитый цвет получился. Хотя в жизни он не такой яркий, но вот на фотографиях и видео прям ужасно бьет в глаза. Плюс на самой базе, обратите внимание, у меня очень темная тень, которая, мне кажется, в оригинале она не такая темная. Поэтому, когда я закончу полностью эту картину, сделаю бэкстич сверху на тюльпанах, на столике сделаю бэкстич. Я уже посмотрю, действительно ли так ярко эта ваза у меня вышита. И стоит ли распороть это место и сделать ниточками посветлее. Пока я оставлю так, возможно, мне и не захочется в конце переделывать, потому что там очень тяжело будет распарывать. Я уже представляю это, потому что весь этот ажурный рисунок на самой вазе вышивается ниточками с добавлением металлика. Это было очень тяжело. И как получится распороть аккуратно, я даже не представляю именно вокруг этого рисунка. Но посмотрим, сначала надо это вышивать до конца, посмотреть, как она смотрится в целом. Может быть и не совсем это все так ужасно будет выглядеть, может быть и стоит оставить. Если вам не трудно, напишите свое мнение, стоит ли обязательно распороть или вроде ничего. И еще одна работа, которая тоже стояла у меня в планах на февраль, это тоже разработка Dimensions. У меня это реплика Столбаум. Это был мой пятый Dimensions в этом месяце. И поэтому, когда я подошла к его очереди, я все, я завыла и сказала, что нет, я не могу вышивать столько Димы в одном месяце. Нужно чем-то разбавлять. Поэтому я сейчас вам хочу показать, чтобы зафиксировать то, на каком этапе у меня сейчас эта работа, чтобы в последующие месяца показывать вам свой прогресс. И последняя моя работа в феврале, но не последняя по значимости, это разработка от компании Estee Rose Granat. Я не могла спать, постоянно думала о том, как я хочу начать вышивать эту работу. Но я смотрела на свой план, и в планах она у меня стояла еще очень-очень не близко. Но когда у меня подошла очередь моего пятого Димы за месяц, я решила, что нет, хватит, нужно вышивать то, что хочется. И я заменила своего Деда Мороза с мишками на Estee, и ни капельки не жалею. Я получила колоссальное удовольствие. Девочки, кто сомневается вышивать многоцветные работы, и к тому же вышивала я его на страмине, для меня было и Estee, и вышивка на страмине, все впервой. Я очень сильно боялась этого, долго боялась. Но я решилась, начала, и ни капельки не жалею. Вы не представляете, насколько легче вышивать полукрестом на страмине, чем просто крестиком на конве. И делать закрепки намного легче. Спасибо, конечно, девочкам, которые делятся своим бесценным опытом. И Татьяне Борисенко, Елене Прокопенко, Елене Пуше, и многим другим девочкам, которые вышивают многоцветные работы. Когда они рассказывают, как они вышивают, какие-то мелочи буквально, но они реально помогают продвигать вышивку гораздо быстрее. И когда я воспользовалась советами девочек, и начала вышивать так, как они вышивают, работа просто не отличается ничем от обычных простых наборов. Тут даже все намного легче. Легче закрепку делать, легче вышивать. Работа выглядит просто шедеврально. Хотя вышит у меня на данный момент немножечко, но даже уже по этому кусочку я вижу, какая прелесть получается. Естественно, это очень сильно стимулирует. Стимулирует на то, чтобы продолжать вышивать эту работу и начать еще кучу других работ. Поэтому я сплю и вижу, как я буду вышивать многоцветные работы, когда закончу все свои маленькие работки, чтобы они меня не отвлекали от основных. Но это просто чудесно. Я рада, что я решилась. И теперь у меня тоже будет такой шедевр дома. Я надеюсь, что он появится у меня быстро. В принципе, вот эта работа у меня была, этот кусочек у меня был вышит за два присеста. Ну, эти два присеста разделялись там некоторым количеством дней и там по несколько дней. Но у меня здесь вышито уже около 6%. В принципе, я не заметила, как я их вышила. Это не напрягаясь. Я не сказала, что сидела, корпела там. Нет. Работа вышивается легко. Даже эти одиночки, они вообще вышиваются незаметно, не щелкаются, как орешки. Если бы такие же одиночки вышивались на обычной аиде, где там надо как стандартно закрепляться, там были бы сложности. А вот на страмини я вообще не замечаю. Одиночка это не одиночка. Блэнд это не блэнд. Вообще не имеет никакого значения. Ты просто строчишь, строчишь, как принтер. А получается красота. Просто необыкновенная красота. Поэтому, девочки, кто боялся, начинаю вышивать многоцветки. Итак, подведем итог. Я показала вам все свои работы, которые вышивала в феврале месяце. И я сделала для себя такой вывод. Лично для меня мне план необходим. Пусть даже я шла с нарушением некоторых своих планов. Я поменяла местами Деда Мороза с мишками на Эсте. Но даже с учетом этого, как говорится, от переменными слагаемых сумма не меняется. На моем итоговом плане годовом это перемещение никак не повлияло на то, что я план не выполнила. Нет. Я иду пока с выполнением плана нормально. Но план мне очень сильно помогает, чтобы не метаться. Я открываю эту табличку, смотрю, что у меня стоит в этом месяце, что у меня уже скоро закончится. И просто начинаю по плану выбирать те работы, которые бы мне сейчас хотелось вышить. Не мечусь в своих запасах, в своих начатых работах, а вот иду строго по этой табличке. С некоторыми небольшими изменениями, которые мне помогают сильно не сорваться и не бросить, и не начать еще кучу работ. А я вижу, какой у меня есть уже результат, к какому результату я двигаюсь. И это очень сильно стимулирует. Поэтому плана я буду придерживаться, но не сильно строго. То есть я вижу сейчас свои недочеты. Это была большая моя ошибка, что я запланировала 10 работ на завершение, 9 из которых это Dimensions. И я, конечно, не рассчитывала на то, что я так буду уставать именно от Dimensions. Но я нашла для себя выход. Я буду менять работы местами. То есть вместо Дима, который у меня стоит поближе сюда к завершению, я буду брать какие-нибудь свои многоцветные работы. Пока, конечно, у меня в приоритете ИСТО. Я хочу ее побольше продвинуть. Я хочу довышивать до гранатов, которые уже, в принципе, в следующем ряду появятся. А потом, может быть, буду брать какие-то другие свои многоцветки. Вот такие у меня планы, такие у меня итоги за февраль месяц. Надеюсь, что вам понравились мои работы, что вы будете продолжать следить за моими продвижениями. Я всем рада. Пишите комментарии, пишите, что вы думаете по поводу китайских реплик. Пишите, что вы думаете по моим самоподборам. Я принимаю абсолютно любую критику, какая бы она ни была. Потому что это ваше мнение. Возможно, мне поможет наоборот ваше мнение. Пусть даже очень сильно негативное, но исправить свои какие-то ошибки, возможно, не поможет. Но я жду от вас реакции на свои работы. И надеюсь, что вы дальше будете смотреть мои видео. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok